Девушки отдыхают Дополнительное время Очередь команды сил тьмы выбирать героя Антимаг Ну что ж, дорогие друзья, мы возвращаемся в прямой эфир Майлшторм Версута с вами И Форси Эль Вега, вторая карта Перед вашими глазами поаплодируем командам Да, антимаг от Пайката Это практически так же круто, как антимаг от Бернинга Настолько же эпично может быть По-моему, как раз-таки именно во многом благодаря антимагу Вот этот клуб Пайката был открыт в свое время Ну потому что ты бегаешь и ты формишь настолько быстро, что деньги не успевают тратиться И в итоге ты проигрываешь игру с шестью тысячами на руках Ну что ж, давайте посмотрим Пайкат будет играть на антимаге Никуа на Дарксире Саксо на Найтсталкере Вичдоктор от EGM И Магнус от Бамбу Вега Сквадрон на Дисрапторе будет играть Семзе Слеер Соло поиграет на Тускаре Вайпер будет в исполнении Ноуана Клокверк от Мага И Паша поиграет на Гирокоптере И ребята бегут в сторону Довольно интересную сторону Бегут ребята Ну вообще, конечно, вот этот ласт пик антимага Это очень круто Потому что я смотрю и ловить его практически нечем здесь Дисраптор, но опять же, если АМ купит себе какое-то БКБ До начала сражения Ловить просто нереально будет Он будет бегать и Поэтому нужна какая-то ранее агрессия И при этом очень хороший диффенс у 4CL Грамотный продуманный пик Он и на начальной стадии смотрится неплохо за счет Найтсталкера Вичдоктора, да И потом, когда дело дойдет до дефа хайграунда Если вообще-то, конечно, такое будет По идее, должно быть Магнус со своим РП Вакуум от Дарксира Это очень страшные вещи Часто на рампу заходить Да, да, да Один фейл и буквально игра может превратиться Я полностью согласен с тем, что нужно давить антимага в начале Потому что если этого не сделать Ты встрянишь в такую ситуацию Когда если ты не дерешься, ты проигрываешь И если ты дерешься неудачно, то ты проигрываешь еще быстрее Единственный твой путь Это идти все время в драки И все время Нажимать как-то соперника на базе И выигрывать эти драки Ну посмотрим Пока что с антимагом у нас вот такая вот Ну да, все правильно Пошли его поддавить в начале Даже триплу поставили Это хорошее решение Причем у клеверов опять у нас две даблы И антимаг, видимо, будет терпеть Из плюсов Дарксир будет, конечно, качаться знатно Но Клакверк здесь тоже свое должен брать Немножко маг Нет, здесь Найт Сталкер ему ничего не сделает Пошли гонять Вич Доктора сверху Да, и уже пошла перетяжка Я думаю, что опять же останутся даблами То есть здесь невыгодно в триплу играть Дверам Вайперу будет очень тяжело При всех вот этих вот раскладах Очень часто будут приходить гангать вайпера Найт Сталкер под Айан Шеллом Ночью будет туда прибегать Но опять же, в миде стоит Магнус То есть это не самый страшный персонаж для вайпера Это вообще не страшный персонаж для вайпера Поэтому, в принципе, если еще будет какая-то хелпа Там от того же, к примеру Ну, не знаю Дисраптора, небольшая хелпа Или, может быть, прилетит Тускар То будет вполне нормально То есть п***и вайпера даже при таких раскладах Особо гангать не должны Да и, в принципе, та ситуация, когда как раз-таки вайпер Может выиграть линию, для чего он, как правило, и берется Это не какой-нибудь такой, там, герой дальнего боя С которым ему тяжело А как раз-таки то, что нужно Но вот пока что не спешат вега перетягиваться На топе у нас небольшая агрессия Хотя нет Разошлись миром Ну, тут нормально, наверное, получал от лесных крипов никого Ему там волну закинул, сатир, его побили Но щитки висят и потихоньку формят лес В любом случае, пока что более-менее устраивает то, что есть клеверов Единственное, антимагу тяжело Он никак не может добивать крипов То есть с клакверком Но здесь, я думаю, Пайкат разберется со временем Мангу надо, 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 Коги, Коги Так, ага Агрессия, агрессия такая Подзамедлили Ману подбернили Жей, Коги не потыкаешь Можно разве что съесть манга Так, тут интересная ситуация Проблемки у ЕГМа, потому что его могут глимсануть Да нет, его не могут глимсануть, там глимса в принципе нет Его заперли Есть ускорение Получится ли убежать? Неужели не хватит дэмэджа? Нет глимса Нечем вернуть с фласки Непонятно зачем отхиливается ЕГМ Но он по идее пока живет Шарды 10 секунд кулдаун Заперли Ты посмотри, какая хорошая игра Сема, но получится ли сделать? Келл, бежут, бежут Посреди тычка Есть ферсглад Да, никуда он не уходил В любом случае, шардами бы соло его добивало И отличное ФБ удается сделать Начальное преимущество заработано И все пока что более-менее клеверов должно устраивать Уже пошла перетяжка у нас вниз Вообще хотят антимагу там тотальную какую-то помощь Все правильно Все правильно делают сейчас 4CL Потому что вот этот фич доктор Он же неспроста на топе умер То есть ему там делать нечего Разве что можно в лесу делать стаки для того же Дарксира Чтоб он на ранней стадии выформил какие-то там шмоточки Может быть даже для Магнуса эти стаки Да, ну в общем говоря, можно постакать Это единственное применение Либо вдвоем с Найт Сталкером Уже скоро будет ночь Попытаться где-то какую-то грязь понаводить Так, ну посмотрим, что у нас Сверху Дарксир Да, тут его, конечно, не взять Стоит очень хорошо еще Развлекается скрипами Спаун ему заблочили Но ничего страшного И я так понимаю, начнут потихоньку вега перетягиваться Ну рано или поздно нужно перетягивать герокоптера вниз Учитывая, что там стоит антимаг, неплохо было бы сделать это пораньше Да, и антимаг уже по хрипстату очень-очень неплохо вырывается То есть он уже догоняет герокоптера А учитывая, что он делал телепорт и поначалу вообще не фармил Это очень хороший показатель У герокоптера 25 криптов, он тоже перешел на ботом линию Дистраптор будет здесь ему как-то помогать Он какой-то зеро, а не дистраптор Зеро Да, очень много было вопросов на мейджере как раз-таки А что это за герой такой? Ну вообще, некоторые сеты делают неузнаваемый вот этот именно портрет Ну антимаг, естественно, перетянется сейчас наверх Тут все довольно-таки просто Ему никакого резона абсолютно нету стоять снизу Да, что он и делает Уходит с ТП Все, кстати, мог попробовать сбить, но нет За елочкой не видел Уходит наверх Естественно, инициатива все еще в руках веги Более того, у них... Маг хочет крови Да, хочет, заходит Здесь же рядышком антимаг Никого его так просто технично игнорирует Но по-моему, маг все равно добьется своего... Ой-ой-ой, тут уже антимаг подтянулся Ну, как бы антимаг Полная контрамагу Так что... Надо отходить Полная контрамагу, да Я тоже об этом подумал Но, в общем, гирокоптер сейчас все еще очень хорошо себя ощущает В плане того, что у него появится 6-й левел Прокаст И можно будет куда-то выйти Антимаг еще очень долгое время будет на стадии разгона Этим можно будет воспользоваться Но для начала гирычу нужно добить свои какие-то арты Шардами почти заблочило Было близко, было близко Игэм уходит в леса По-моему, соло немножко далековато пошел Сейчас мог нарваться на какое-то подключение Влетают каски 6-го левела у гирыча нет И тут дальше... Еще каски! Как же они хорошо прыгают! Как же они прыгают! Слушай, эти каски Да, каски очень неприятные соло В итоге все мы заставляют отступить Соло остается с Пашей Но абсолютно устраивает вот это вот Трипла, Дарксир, Найтсталкер и Вичдоктор Которая стоит, ест экспу Ест какой-то фарм даже Качает линию туда-сюда В то время как АМ спокойно фармит против Патверка Добились Добились своего И это не есть плюс Своими вот этими всякими перетяжками Вега решили, что да ну их нафиг Вот мне очень интересно Почему эта беготня вот заканчивается Потому что, ну, на самом деле Антимага нужно гнобить и дальше Я в свое время помню Еще несколько лет назад комментировал матч Двух китайских команд Где Сайлор на Медведе Бегал за Бернингом 19 минут Он реально с ним За ним 19 минут Бегал по линиям Они свапнулись раз 5-6 Ну и в итоге, естественно, Медведь победил Потому что он просто его преследовал Не давал фармить Здесь Антимагу дают шанс Так, тем временем Соло могут быть проблемы Мы повесили Сайленс Кстати говоря, на такой минуте Изучен Сайленс Соло Да ладно Да ладно Соло пытается убегать Отхилился Снова спрятался Пытался, судя по всему, задоджить Я не знаю, что он пытался Нападение Дарксиров По итогу почти ушел Но все-таки его забрали В спину расстреливает Герокоптер Фрак сделать не удается Как иллюзия Магнуса сейчас напугала Просто вот он отзонил С соперников Очень хорошая игра здесь Команды Фокловерс Выходят в первую же ночь Начинают навязывать За счет Найт Сталкера агрессию Да, там Соло пытался от Вайда На самом деле спрятаться Что-то система психует Съел манго И тем временем на миде Секси Бамбу проседает от Ноуана Ноуан его забирает Отличная игра от Вайпера Ну, нужно было хоть какое-то уже Позитивное такое воздействие Да, потому что игра Слегка приобретает характер Не тот, который хотелось бы Учитывая первую игру Это может сейчас действительно сказаться Но будем надеяться, что все будет хорошо Ноуан хорошо отстоял мид У него преимущество над Магнусом солидное Но здесь ситуация для Вайпера хорошая Но и для Магнуса более-менее Потому что он вот так вот чуть-чуть проигрывает Это... Ну, как правило, Магнус практически на любой линии Вот так вот чувствует Все-таки на лайнинге он не так силен У него сила в несколько другом Ну и что? Может быть будет какой-то выход От Паши на гирокоптере Попытается он кого-то разбомбить В общем, идут моменты Пока что выход на Никуа Никуа Готовы его гримсовать Есть выход Да, выход пошел на Дарксира Пытается спрятаться Никуа В итоге чуть не взрывает гирокоптера Да, Паша очень сильно просек Ой-ой-ой, Паша, иллюзия Иллюзия Попродолжай И крипы И Вич-доктор Четыре хп-каски Снимают и кинуть Да ладно Есть фрак Обалдеть Ну, Вич-доктор, понятное дело Что ценой собственной жизни Кидал эту каску Но, боже мой Сколько он срубил На халяву практически Бежит Кинул каску Вот Ну, хорошая игра Дарксира До конца гейминг такой Который просто необходим был Да, если бы Дарксир Смирился со своей смертью Не поставил бы там Стенку Не воевал бы до последнего Не пытался бы выживать И т.д. и т.п. То Этой каске было бы недостаточно Чтобы сделать фрак Поэтому, ребята Делитесь до последнего И по-прежнему На антимага не оказывается Никакого воздействия Все, что есть Это атаки на Дарксира Но, мне кажется Дарксиру абсолютно норм На Магнуса Какие-то выходы Соло от Вайпера Так Да, у него Немного, немало Уже 3-4 стена форса Практически Ну, как же далеко Он ушел-то Науан Да, и тут Магнус Его в спину обходит Есть РП РП по двоим Все нормально Мага нет Есть у него Регенерация Манавоид А доджили или нет Я не понимаю Но науану очень больно Соло выживает Соло уходит В любом случае Мне кажется Манавоид первого лавла Вайпера Он нанес очень мало урона По-моему Его нельзя задоджить Там нету Никакой задержки Но в любом случае Это фраг на Вайпере Вайпер, который был Самым богатым героем Что он забыл в харде И почему он вообще Туда пришел один Непонятно Ну, ганга-дянь Мага-вайпером Тяжеловато Одним Судя по всему Он подумал Что я вайпер Я бессмертный Могу себе позволить Все что угодно Погнобить Подавить на Аэмо Но в итоге Получилось еще хуже Потому что Патр продолжает разгоняться У него уже ПТ-шка Кольцо И 800 монет Двигается к БФу Каждым разом Все ближе Причем Магнус уже изучил Пауэр На единичку Будет ускорять фарм Да Можно даже ДБФ Пойти фармить С такими Ну, с хорошим левелом С артефактами Магнусу самому Правда, пока что Приходится тяжело Но вполне нормально Дарксир Уже близок к Мекке И вот он Тот самый выход Ну, шестой левел На Клакверке На гирокоптере Что нужно Гирокоптер, правда Пока что не подключается Но могут сейчас Пятером оказаться наверху Потому что там Опять ноуан Но читают Ливера читают Они видят Что на линиях Никого нету Сейчас залетает Ракета Антимаг Блин Катываются Возвращают Антимага обратно Но вернули его слишком далеко Три секунды ему до блинка У него есть еще 10 стиков Фокшот Нужно Когами толкнуть Но баночки летают В итоге не смог он Когами оттолкнуть И Пайкат спокойно уходит на блинке Да Как-то здесь Пайкат Вообще Изи развел на все И абсолютно ничего не сделали Потеряли только время Зачем-то приходит сюда Дарксир Возможно для того Чтобы как раз Просто остаться на линии И кидать щитки И Антимаг Естественно С лайна уходит Магнус пользуется ситуацией И просто начинает Сушить вышку в миде Это будет очень хороший размин Да, Дарксир Кстати, очень классно За дефл Ну, потянул время Скажем так Пачка первая умирает Только сейчас удается Нанести первые удары По тавру В то время как тавр Падает уже в миде И даггер практически имеется У магнуса Вот он пошел импауэр Антимаг начинает давить мид дальше Пошли во вражеский лес Почти даггер на магнусе Антимаг очень близок К БФу Действительно Тут такими темпами Он быстро его зафармил Уже персик И 700 монет Пошла атака на Саксу Саксу закрывают Саксу дает сайлент Дает воид Чтобы убежать Вармлус панч Здесь же Вич доктор Вич доктор есть второй хил Рокет БР режим Пытается расстрелять Касочки не задевают Пашу Хотя нет Вот теперь уже задевает И вот уже интересная ситуация С хивером не попадает На Далл РП Ставится 2 Дезвар Ладвич доктора Паша под жестким боксом Паша минус Ай-яй-яй Сверху Тем временем Нападение на Дарксира Отличная игра Здесь с флакверкой Вайпера Удалось зацепить Причем даже без Антимаг Нарезает соло Соло побитый Манавоид имеется в наличии Есть Манавоид Шоквейвам не подгревают И в итоге Чтобы подрубить батареи А нет, они в пулдауне Есть мана Вот они батареи Теперь не хватает ранжей Чтобы достать Достает еле-еле батареями С кьюбером Хорошо отыгрывает маг Не хочет он отпускать Но его замедлил А тут уже подтянулся Науан И есть небольшое подкрепление Фрак Ну и магнус Самое главное для себя сделал Он успел купить все-таки блинг И мека появляется на Дарксире Хорошая ситуация сейчас Опять же для клеверов Они навели вот такой вот экшен Антимагу при этом Совершенно ничего не мешало Там дофармить свой бродсворд И остается ему только клеймор При наличии магнуса Клеймор Да Эти сленги Ну в общем ПФ будет очень быстрый Уже 12 На 12 минуте почти Вега начинают давить Тем временем твра У них нету мекки Вайпер будет ее собирать Но Они чуть посильнее сейчас 5 на 5 Магнус может спамить Может мешать Нужно обязательно тянуть время По максимуму За каждую вышку Вот так вот биться Тикейшен По поводу магнуса Крайне редко можно увидеть На 13 минуте Уже 2 хороших РП Достаточно такие А потому что не жадничает Он не пытается там В нескольких человек Завлитить Он как правило Ультует либо в вайпер Либо в гирокоптер Кого-то возможно цепляет Но это так Как бонус Главное просто Убить одного Да На кирич последний РП Был очень качественный Так ну что мы видим У мага практически Есть блэдмейл Довольно таки Приятный айтем Ну вот от него Сейчас многое зависит От мага От гирокоптера Как они будут Использовать свою агрессию И пассерина ЕГМа Под инвизом Мага можно попытаться Развалить Но тут уже Ноуан рядом Поэтому нападение Может быть чревато Не понимает Не понимает Просто на самом деле Маг что происходит Но я думаю Он уже примерно в курсе Что это какой-то инвиз Скорее всего Рядом есть кто-то На вайпера Попытаются напасть Судя по всему Рядом Несколько игроков В инвизе Найтсталкер Ой-ой-ой Ведь доктор даже каски Не стал кидать Просто поставил Дезвард Очень больно РПшечку не жалеет На ноуану Ноуану развалили Попверх ворвался Оттеснил здесь Немножко Найтсталкера Сакта под попсом Минус сакта Болрус панч Пытается забрать Айт баночки Как хорошо прыгает Никва Убегает Под суржом Хукшот в крифов И Никва жив Один в один Найтсталкера поменяли На вайпера Не очень приятный Найтсталкер здорово Втанковал все Вайпера забрали Отличный И опять третье Уже РП За 14 минут Вот Бомбо И фармящий Энтимак И фармящий Энтимак Который не отвлекался Совершенно У которого БФ Не за горами Вот он 15 минут Один из самых Быстрых может быть Который Ну скажем так В любом случае Очень хороший Да учитывая Что у тебя ПТ Учитывая Что Тяжелая ситуация Вначале Да Не самое приятное То есть он Имеет очень тайминговый БФ Очень тайминговый Даже не говоря О том что там Ему еще Всякие Эмпауеры Будут вешать Что тоже Будет ускорять Фарм Все Вот он готов 15 в 6 Давно Давно так быстро Я не видел Чтобы появлялась Притем Не в самой простой Ситуации И он уже Кстати говоря Обгоняет вайпера На данный момент На 700 монет И продолжит отрываться Вайперу то вообще Вот с такими артефактами Вайперу фармить Очень тяжело Он не мобильный Он Никакого сплоша Вообще нету Тычка довольно слабая Будет тяжко Егэм Попаляет в него Маг Егэм Включает Хилл Егэма Просто продают Ну по-моему Это даже Неплохо получилось Тем временем На сексе Бамбу Нападение Сайлент Бамбу Вольно Будет ли меха Будет меха С Микказом Подхили Без каких-либо Вариантов Два фрага Заигрались Да Очень хорошо Обошли здесь Встретили Магнуса Конечно Фраг на Вичдокторе Такой себе был А вот Бонусный фраг На Магнусе Очень хорош Выжигают Ману Клокверку Антимаг Он совершенно Не боится Клока Без кукшоса Тем более Но решает Сильно не рисковать И отступает Одиннадцатый левел Уже имеется Что ж Все тир один того Раз пушили Дальше будет Немножко сложнее Пропушивать Вышки Потому что Нужно заходить Глубже При этом Сами кстати Говорят Тоже Маг сейчас Задоняет Здесь Сами потеряли Уже Две Ну че Потеряют Две И есть Вышка снизу Можно выйти У Магнуса Есть Терплей Есть ночь Найтсталкер Подрубается Бежит Антимаг Идет Запас Нужна Телефорт Нужна Какая-то Сейвал Свят Кент Кул Дал Соответственно Уже Дальше Продолжать Своё Нападение Имеет Никого Смысла Телефорт Был Отменен Потому что Паша Выживал И здесь Довольно Важные Вещи Делаются Которые Мы Видим И Хотелось бы Отметить Что Довольно Классный Получился Для Клеверов Момент Они Вроде бы Гирокоптера Не убили Но Развели На ТП ТПшка В кулдауне Сейчас Сюда Не перетянутся Все быстро Можно Спокойно Выти Забрать Вышку Причем Сделали Это Довольно Быстро Параллельно Много Полезных Вещей Использовали Зашли В лес Поставили Какие-то Варды Подформили Его Просто Я Обычного Грипа И Делать Нормальные Стаки Вичдоктор Спалил Спалил Выход Хорошие Варды Стоят Просто Да Вичдоктор Еще и пошел Танковать Баночка В одного РФ Тоже В одного Не самый Лучший Прокрас Но Ставится Стенка Получается Дать Прокрас Дисраптера Сексим Бамбу Под жестким Фокусом Его моментально Минуснули Дезвард Продомазил Соло Но нет Смертельно Хукшот Хорошее Продолжение От Мага Два фрага Уже имеется Третий На подходе Убивают Третьего И тут Еще Найт Сталкер Походу Решил Откаться Нет Егм Живет Найт Сталкер Тоже живет Нужно чем-то Сбить ТП Но ТП Сбить Нечем Найт Сталкер Уходит Какая Хорошая Игра А хукшота Нет И ракета Уже не добивает Вот это Да Ну Очень Хорошая Взаимовыручка От команды Поп Ловерс РП конечно Был не самый лучший Но драка В целом Получилась неплохая Учитывая Что опять же Антимаг Просто свалил Из этой драки И пошел Себе фармить дальше Какой же Дикий спейс Ему дают Просто Ну Видно было Что клевера У них была Возможность Отступить Максимум Отдать Вич доктора Они просто Осознанно Остались Драться Несмотря на то Что было тяжеловато Немного Ну и вот В итоге АМ уже Имеет Владмер Теперь его Ну Остановить Крипы Не смогут Точно Он может фармить Все С Эмпауером На самом деле Вот эти стаки Он запрыгнул бы Зафармил быстро Но тут не так много Ну да Тут не так много Тут всего Получается Раз, два, три, четыре А нет Три стака Колемов Одна пачка И Паша забирает Да С Доминатора Хоть немножко К Антимагу подтянуться Хотя АМ уже Очень далеко Вот это Вот классические Вообще Вот эти игры Когда остается Ласт пик Хейтс Антимаг И с ним потом Очень тяжело Последняя игра Которую я помню Подобная Это была По-моему Против ОГ Играли Виртус Про На мейджоре Там тоже самое было Вот этот вот Ласт пик Антимага И все И ты просто можешь Делать все что угодно Но с каждой минутой Тебе будет все сложнее И сложнее Если ты вначале Его не задушишь А здесь его Ну так себе Пытались душить Скажем Да Дизейблов Как таковых Нет Цеплять нечем Пушить Тоже так себе Ну вот Егэм Находят его Пятером Ставят Ну они даже Егэма еле убивают И посмотрите Сколько всего было потрачено Для того чтобы убить Суппорта Ну очень-очень Все плохо Я не знаю Не проснулись наши ребята Каски летают По всем Проще да Такая себе Игра Веги тяжело Очень тяжело Приходится Магнус 11 Не взял второе Стаки спалили Герокоптер Уже здесь Будет фармить Ну вот этот Приятненько Приятненько Хороший Да В итоге Антимаг не забирает Стаки Их забирает Герокоптер Существенно Приблизился К ему А им в следующий раз Мне кажется Подумает Делать ли ему Стаки или нет Ну он тут тоже Не антимаг Делал Кто-то для него Делал Таких как казалось Не для него Ну там сам себя Один раз Отвел Только я думал Что он их зафармит Он немножко испугался Все-таки Отдаваться сейчас А ему Это самое страшное Пусть даже его стаки Забрали Ну да Приблизился чуть-чуть Герокоптер Но антимаг Все равно Будет отрываться дальше Блинк плюс сплэш Это слишком сильная комбинация Да Графики вроде На нулевой отметке Казалось бы Идет ровная игра Но при этой Самой ровной игре Конечно же Чувствует себя хорошо Форсиэль Продолжает Продолжает набирать Все внимание Приковано к нему Нужны какие-то действия От веги Пуш потенциал У веги Достаточно слабый Товарайм Ломать тяжело Убивать противника Как мы видим Тоже не так уж и легко Хоть и там 12 на 6 Кантри сплитпуш Тоже тяжко Хотя есть Дисраптор и флаг вверх Но опять же Саймом Тяжеловато Я думаю Я думаю что он возьмет Себе БКБ И просто не будет Париться Да пусть оно Будет взято Рано Там может быстро Закончится Но его просто Не убить Будет с БКБ И он Сможет Ну наглеть Очень жестко Можно конечно Взять манту И пытаться Доджить Не На последние разы Гирокоптор умирал Просто от РП И без Варда Вичдоктора Это тоже такое А учитывая что у этого Уже Огрклаб То я смотрю Какой нибудь Аганим Даже может нарисоваться Такими темпами Ну может Аганим Может быть БКБ Пойдет Но хотя да Аганим Здесь сможет Довольно интересно Ну и пока что Антимаг конечно фармит Но у клеверов У остальных Четырех Участников команды Не все так здорово И нужно им Попытаться кого-то найти Хороший стоит Вард Видят довольно таки много Выбирают позицию Тем временем Стягиваются к Антимагу Но это РПшечка просто в одного Шоквейв И давай разваливать Семена Семен Даст ли проказ перед смертью Нет он решил Ай какой же мог бы быть Здесь хороший ультимейт Но нет тиммейтов рядом Некому закрепить Все это дело Да очень далеко Магнус увез Поняли Ну видели все на варде Что остался абсолютно Один Дисраптор Что никто его не прикрывает И хороший фраг Забрали Дисраптор И сейчас получают Дополнительное пространство Не только для Антимага Ну и для остальных героев Немножко побегать Пофармить Это очень важно Дарксир уже Одиннадцатого левела С блинком Опасный опасный персонаж Тарксир В связке с Магнусом Может получиться Дикая комбо Вомбопосы Которой Веги останутся Рожки да ножки Ну вот такой Антимаг Он вроде бы Не так Вроде еще и в бою Прочный Не такой прочный Но если он хорошо залетит Несколько ударов Со слэша Под РП Магнуса Ульт хороший И можно драку Проиграть буквально За один момент То есть Ну что Очень сильный Да-да-да То есть В плане ДПС Он наносит чудовищный урон У него Ну если будет РПшка хорошая Он за пару тысяч Убьет все Что будет Вот этим РП Не говоря уже Про как бы Стинку вакуум Прилетела Яша Сэвид Антимага сейчас стоит Влетает ракета Но не видит Бамбу Которая стоит за спиной Должны понимать Что он где-то Сейчас видит Дает еще один Импауэр Просто размениваются В то время как Ломают мид И довольно-таки долго Гирокоптеру Вот прилетает БКБ Но это риск Дисраптор Антимага отпускать не хотят Антимага возвращает Ставится стенка Антимаг дерется на мужика Антимага очень больно Антимаг Умирает Все-таки пайкат Хорошая игра БКБ правда было потрачено Ракеты просветили Нужен фукшот Фукшотом цепанули Есть продолжение Два фрага делают Очень важные Два фрага от Веги Да Антимаг здесь пожадничал Остался в итоге до конца И 1200 зарабатывают Очень сильно рискует Сейчас Гирокоптер У него Black King Baron С этим БКБ Фармить практически перестанет Если они сейчас не пойдут И не начнут Как-то Не заработать Ключевое преимущество Не закончат Это будет очень плохо И вот Собственно говоря Идут Вега все правильно делают БКБ нужно реализовывать Конечно Обязательно надо БКБ реализовывать Вичдоктор Кстати похоже на то Что он хочет именно БКБ Секуя-то нафармить Раз уж Угр Клаб Наверняка Чтобы стоять Кастовать Пусть в одного Но Здесь мало кто стоит Угр Клаб очень часто покупается Потому что ты умираешь Не хочешь профукивать деньги Ты же в секрет На магазине Можешь купить Перед смертью Ничего Ну да Поэтому такое Может быть это все-таки Будет и Аганим Ну просто я не совсем Понимаю смысл От БКБ Тебя развалит Флаг Кэнон И какой-нибудь Хукшот Может залететь Или там Волрус Панч Вряд ли Ну и как правило Вообще БКБ делается Скорее после Аганима Чтобы гарантированно Свой ультимейт Кастовать От которого Профи В отличие от ультимейта Без Аганима Без Аганима Ну и продолжает у нас АМ фармить Вышел из таверны Есть Аегис Посмотрим как Вега его использует Аегис-то есть БКБ есть Но опять же Фармить тебе Это не помогает никак Как и Вайперус Мега Но он хоть яшку взял Более-менее Летает Клакверку тоже Фармить тяжело Вообще все такие герои Которым фарм Ну не так просто Зарабатывать В пике у Веги Очень много Минусов Очень много Минусов Но пока Как мы видим Антимага Вот буквально Один раз Вот то что ты и говорил Да Даже один раз Антимага Отдаваться нельзя Он один раз буквально Отдался Сразу минус Рошанс Полетел Сема И нужно возвращать Аэма Возвращают Аэма Так очень интересно Хорошо На РПшку Не хотят вставать вдвоем Но чуть-чуть Демага буквально Не хватает Да нет Хватает все-таки Демага Есть килл А куда у нас делся Магнус А он ушел с телепорта Магнус ушел с ТП Честно говоря Я даже не поверил А хукшот какой-нибудь Ай-яй-яй ушел Далековато был Клакверк Он бежал на хосте Но не успел Да Забирают антимага В очередной раз Пайкату не хватает Прочности Вот буквально Ему не хватило Каких-то не знаю Там 100 хп Чтобы выжить Или возможно Не хватило парочку Скиллпоинтов Спеллшайлд Против вайперота Который магией Тебя бьет Очень больно Да Да Ну опять же Атрибут бонусы Мы знаем Как часто изучается Вот не совсем понятно Зачем антимагу Брать в три раза Монобрик То есть На первом левеле 28 На втором 40 А дальше уже можно В принципе его не изучать Ну это мое мнение Даже может быть И вообще на единичку Его изучить Сразу 28 А дальше уже все-таки Спеллшилд Это так скажем Небольшая Жадность Он бы точно выжил Если бы сделал Именно так Но веге Очень Для веге Пока что все очень хорошо Дважды поймали антимага Забрали вышку на миде Идут забирать вышку сверху И буквально одна еще Какая-то ошибка От леверов Может дать веге Хороший шанс Но нужно Нужно Ее дождаться Да Пока что Левера очень жестко разводят Антимаг только-только Выходит из таверны Пошло сразу два телепорта Сема пытается подцепить Но вижена нет В итоге все уходят Да Ну и потратили время А в этот момент Еще и поймали мага Маг Пытается сделать телепорт Антимаг пойдет ли за ним И не успевает Мановоида Ну там уже да Там уже даже анимация Звук уже был Мановоида Тут классический Ну не достало Пиксели Пиксели решают Доте очень много Вот видите Маг сейчас На буквально Какой-то Толи секунду Позже нажми Фукшот И ты бы не выжил Ну и что Антимаг Сравнивается с фармом По вайперу Или вернее сказать Вайпер с антимагом Гирокоптер Также дышит в спину И гирокоптер-то Посильнее Ну да На данной стадии Он поэффективнее Поопаснее Как персонаж Но Дело тоже такое Антимаг Самое главное Что игра теперь уже Для веги выровнялась Если Ой-ой-ой Магнус Встревает Ошибочка Очень-очень Конечно Серьезная ошибочка И нет Байбэха Как мы видим Возвращают обратно Еще одного товарища И его разваливают Стенка в вакуум До последнего дерется Никва Прожимает Миказу Но все это дело В пустую Он тянет время Для антимага Который добрался До Т3 Тавера Но пока его бить не может Боится уже Боится против Дисрапторов Который будет возвращать С Гримсад А ульт он не тратил Поэтому надо бояться Тусик покупает себе Блинк Ну и антимаг Просто решает Фармить там стаки Может быть подпушит мид Очень хороший выход От веги Они мало того Что выходят Они просто шли Забирать эту вышку Но забрали еще Двух героев И у них Серьезное преимущество Я думаю Да, не совсем понятно Как Магнус отдался Ну что-то он да Такое ощущение Что сам даже Начал нападать И пока есть Аегис Можно попробовать Зайти Ну во всяком случае Как-то подразвесим На телепорты Но нет Возвращаются Возвращаются Не хотят давать Сопернику возможность Посмотри Под Глимеркейпом Очень грамотно Сейчас действует Возвращает Сиоман Накрывает Егема Егем пытается Телепорт Но понятное дело Что у него здесь Ничего не выйдет Да, Егема Также забирают Это Не знаю Какой фраг По счету За последний Собрались Ребята Это наши Проснулись По-любому Легли спать Там часа В 3-4 ночи Возможно Пили газировку Там 3 5 6 6 фрагов Уже безответно Вега Ну и Параллельно Там снося вышки Герокоптер Докупает себе Сенжин Яшу И вот теперь Нет уже Проблема в том Что он Как-то медленно Передвигается И медленно Фармит Хотя по-моему Уже конечно На 29-й минуте После БКБ Такой спорный Спорный момент Очень популярный Очень популярный Выбор Вот это Сенжин Яшу Любой там Стадии игры Либо до БКБ Либо после Ну вообще Я тоже Не совсем понимаю Зачем То есть Нет там Ничего такого Зачем нужно бегать То есть Ну если Герокоптера взять Там в плане Ну то что Ему там нужно За кем-то гнаться Да ему не за кем Гнаться не надо Ему нужно просто Нажать Флаг Кэнон И бить Ну стоит 4 стоп Чуть-чуть еще Там можно было бы МКБ взять С которым Разносить Антимаг взял Гем Вот это Интересное решение Даже интересное Причем Не сбил Кстати говоря Вард Который стоит У Веге Что еще Ну блин Сия на самом деле Как ни крути Но у нас Слишком жесткая За свои деньги Да Буквально За 400 Ты получаешь 32 урона Поэтому и берут Да В общей сложности 32 урона Атак спид хороший Причем Тоже 32 атак спида В общей сложности Примерно дает Толще становишься Да Толще становишься Там какие-то Замедления Мобильность Ну короче Реально Айтем очень крутой Поэтому наверное Выход В смоках Запрыгивает Соло Спалил всю движуху И двоих Так запер Как же хорошо Врывается здесь Клокер Не будет Какого-то жесткого РП от Магнус Уберет на себя Полный бал Хокус Магнус пытается Убежать Разрывает На части Трех персонажей Остается в живых Пока Магнус И сплетущущий Антимаг Который уже ломает Тетритавер И с этим нужно Что-то делать Клокверк Он уносится Аганимом Да Остается очередной Хукшот Но Пайката Ни в коем случае Это не смущает Маны 870 Которые отсутствуют И Пайкат Нужно аккуратнее Сейчас Магу Идут сами на мид Но Пайкату Абсолютно ничего не мешает Нет у Дисраптора А почему Пайкат? Дисраптор отменяет Телепорт Ой-ой-ой Ой-ой-ой Видит Пайкат Что там нет маны Манабоидом делает Фракт Тритавер проседает Здесь Здесь только-только-только Падает Т3 Антимаг Гораздо быстрее Сломает линию Нужны какие-то телепорты Есть один ТП АМ не собирается отступать Пускар Нужен Сигиль хотя бы Нужен хотя бы Сигиль Чтобы замедлить Замедлить атак спид Этому товарищу Сигильчик вызывается И у Антимага нет Манабоид Антимаг пытается забрать линию Здесь параллельно Гирокопта прожимает БКБ Магнус Магнус РПшечку он потратил Да, судя по всему Но ничего не добился Линия падает Ну, упал только один барак Эти размены Боже мой Да, и параллельно Антимаг тоже ломает Но Антимагу здесь уже Тяжеловато Здесь Тусик его может развалить Маны нету Соло У Соло Тупо нет маны Может дать какой-то Валрус панч Попытаться Но это может стать Для него смертью Прыжок с блинка Валрус панч Пайката Это не смущает Он продолжает Наглую грызть бараки Нет никаких телепортов Боже ж ты мой Ранжевой Миличный барак Тоже все-таки падает Вкатывается сюда Соло И будет ли какое-то Закрепление Блинк И тп аут Очень громадный Блинк Не успел Совсем Уже здесь бежал Крип который ускорял Сему Для того чтобы Сему мог как-то Вернуть с глимса Но нет И в итоге теряют Полностью сторону В то время как Только один барак На миде Сами сломали Да Здесь Антимаг Конечно Он мало того что Остался и сломал сторону Он еще и очень много Денег заработал Купает себе БКБ Ну и вот теперь ему Бояться абсолютно нечего Теперь его уже Дисраптор так не вернет Да Эта ситуация Потихонечку Начинает выходить Из-под контроля Когда ты ломаешь Ну Делаешь три фрага Три Вот он Пуш потенциал Во всей крысе У команды вега Которого не хватило Интересно Что опять же Сбило тп Семи Или он сам отменил Круче Отмененное тп В таком случае Я видел только Стэнви Неоднократно Но Он мастер Да Таких моментов Летает Ракетка на Рошана Есть Рошан Нужно бы как-то Его забрать Но если ты будешь Забирать Рошана Тебе антимаг Может снести Лышку И сторону Еще одну Плаквер культует Да Ну просто Чтобы побрее Здесь откушать Ну антимаг Пойдет дальше А тут довольно Интересный момент Потому что Попытаются Забрать мага Прочувствует ли Он этот момент Маг Прочувствуешь ли Ты этот момент Ну Что-то он там Не чувствует Ракетой добивает Крипов Но его в любом Случае окружают Очень хороший вард Маг Что-то подозревает Да-да-да Маг увидел Вот какой же Грамотный вард Боже ж ты мой Такая необычная ситуация Вроде бы варды Стоят на своей половине Но они агрессивные Они как раз таки Против сплитпуша Чтобы можно было Видеть героев Отступающих Возвращать их Ну и заходят Нарошана Тем временем Гирокоптер будет Выходить в баттерфля Есть хираса у вайпера Вот это усиливает Пуш значительно Два удара Просто по хрипам И минус пачка И как-то антимаг Судя по всему Не понимает Что-то происходит Потому что Если бы он знал То я думаю Они бы попытались Все-таки забрать Т3 Либо подгрызть его Посерьезнее Ну что соперник Нарошу точно Потому что участка Уходят Вайпера достается Егис Это довольно интересно Ну гирокоптеру Антимаг продолжает Кушать низ Куда будут выходить Вега теперь Да, низ Здесь уже большие крипы Очень тяжело Вайпера с такими айтемами Я бы наверное Самому последнему Я бы уже даже Наверное какого-нибудь Скару батал Вот это Егис Ой-ой Пайката Могут поймать БКБ есть Будет ли прожимать Да, прожимает БКБ Побил немного крипов И отблинковывается Но Есть мистер хукшот 3000 Ну Такой себе Да, опять же БКБ слишком долго Это первый БКБ Расчехлил Так скажем Свой айтем Но пока что Очень результативно Поэтому Большой кулдаун В треке теперь Не использовать его Но драться И не собирается Пайката Зачем драться с героями Когда можно драться С вышками Репорты имеются в наличии Сбивать вроде некому Хукшот Хукшот в А БКБ-то нету Закрывают Антимаг Получает подкил РП Хорошая Тоже залетает Ответная Пайката Добить Добить Пайката Получается Еле-еле Секси Бамбу Пытается отсюда Убежать Препопадает в него Совсем Пиксель Даггераут И сразу же ТП А здесь телепорт Еще один Или его вернули Телепорт Все-таки прожал Да Прожал телепорт Уходит В итоге Разменяли Антимага На Тусика Но в ситуации Когда у соперника Егис Вроде бы не Такой плохой размен Но сейчас Антимаг Не сможет Сплиткушить И шанс Для Веги Зайти Доломать Какой-нибудь Барак на миде Как раз таки Жаль что им Приходится Отходить Хилиться Тратить свои Драгоценные Секунды Вот эти Так уже можно было Тусить на хайграунде У противника Да Вот они графики Кстати говоря Вега имели Огромное преимущество Но сейчас оно Не такое большое Как было И Найт Сталкер Покупает Аганим Да Контроль карты Конечно Теперь с вот этим С гемом С Аганимом Будет чудовищный От саксы В перспективе Он может доделать Себе Акторин И вообще ничего Не будут делать Вега Очень сильно Найт Сталкер Еще и работает Против Гирыча Ведь его флагкэннон Попадает только в цели Которую он видит В радиусе Тысячу А когда ты подрубаешь Даркнесс То радиус Вижена Становится Очень маленький И соответственно Флагкэннон Бьет тоже не очень Важнейший момент Загнали Вега Чуть ли не впервые На базу соперника И доломают мид Да Нет сплитпуша никакого То есть сейчас Нужно драться в лобовую У антимага Либо деньги на тревела Должны быть Либо он будет воевать Портификейшн пошел Вайпер аккуратненько Стоится Егисон продолжает У Магнус еще 20 секунд У РП Знают об этом Ну и притом Вайпер с Егисон Вообще ничего не боится Заплевывает Егэма Егэма надо продолжать Конечно же убивать Егэма Баночки неплохо попрыгали Живет Егэма Егэма ускоряет Последняя точка долетает Но не убивает Егэма Но у ант Продолжает баковать Т3 Тауэр грызет Прожимает мантус Бивает себя Сайленд Егэм Очередные баночки Прожимается Миказм Егэм живет Т3 Тауэр Наполовину уже пробитый Сайлендс Пытается как-то Клакверка отзонить Форсон себя сейвит Снизу большая пачка Крепов Слушивает линию Команде Вега Дарксир Ой какой Какая стяжка Но Магнус промазал РП И в итоге Это фатальная Может быть ошибка Пайкат Дерется до последнего Дает манобоид Минусует двоих С учетом Аегиса Паша пошел дальше ТП аут Просто тп аут От антимега Будет восстанавливаться Иззнает на себя фласку И сразу же блинкается в бой Ну посмотрим Отбились или нет Потому что вайпер Теперь фуловый Да у гирокоптера И мега через 20 секунд Откатит Без РПшки Без вакуума Ой-ой Маг Как же больно Его пробивает Пайкат Ставится Коги Здесь же Курьер Курьера забирает Магнус байбэк Баттерфляй скел Долететь самое главное Паша с Баттерфляем Будет ли на развороте драться Скьюбер улетает в никуда Паша под Баттерфляем Саша Яши И все тп аут Просто улетел Все тп аут Кроме вайпера Которого все-таки Зацепили Получили за него Кстати говоря Довольно-таки много Золота Но Магнуса Вынудили байбэкаться Поэтому Ну такой размен В любом случае Для клеверов Это был важнейший момент Они сейчас отбились Вот просто против Аегиса Против очень сложной 60 секунд Собраться И пушить нижнюю линию И тут уже Сплит-пуш Даже будет не так страшен Потому что Можно игру просто закончить Потому что Самое главное Что Баттерфлей Долетел Иначе Это мог быть Огромный провал Три минуты Без куры Курьера И это могло Очень плохо Закончиться Ну антимакс Сейчас будет развлекаться Подпушивать Какой-то башару Надо купить С появлением Абисала Ну пока Только о башаре Можно говорить Что тут еще на байбэк Нужно деньги сейвить Вот С появлением Кого-то башара Начнутся серьезные проблемы У гиры Чем Нет Нет Телепорта Пока нет Телепорта Еще 3 секунды КД Видит Видит Вернуть 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 Бкб не прожимает Глимер Ну что госта Не нажмешь Дружище Почему ты не нажимаешь Свой гост У тебя же есть гост Ему всю ману Сожгли Всю ману Сожгли Потому что он Просто не заязал Гост Я думаю В любом случае Не отпустили бы там Найтсталкер Нет Нет Он бы не побежал Он бы не побежал Он бы побежал туда Он бы побежал Вот сюда И нажал бы тп У него оно уже откатывало У него элементарно Не хватило маны Нажми гост Чтоб тебя там Иллюзии не долбасили Сам антимаг О антимага Посмотри демеджи 260 Да И вот казалось бы Вот это ты говоришь Подождать минуту И выйти А теперь еще ждать 40 секунд Печалька Печалька Дисраптор это никак Ну и антимаг Продолжает тут бегать Находит огра Считает огра Так Очень интересный момент Соло-то видит Соло-то совсем забыл Что там есть аганимчик И драсти Как же ошибаются БКБ Антимаг уходит Просто развели на БКБ Влетает сюда ракетка В огонь Забак Паша не хотят отпускать Ай Паша 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 Какие фейлы Один за другим Байбэк По идее должен быть У Паши Да он имеется Байбэк Он со соло Но это уже один байбэк Отступают пока что Такого закидона Блютого я давно не видел Ну это Найтсталкер с аганимом Да очень сильно Порешал Да в общей сложности Совокупности Один гост не прожимает Другой забыл о том Что там аганим Ну Или просто застрял Не проснулись Не проснулись Не знаю Происходит Ну как застрял у него Нож в землю РПшку От Секси Бамбу И хукшот Когами оттолкнул Пайката правда Желательно тоже Как-то от него избавиться Пайкат сам от себя избавился Секси Бамбу возвращает обратно Его разрывает на части Вакуум есть но нет стенки Не хватает на нее маны Надо разорвать Никву Никве очень больно Хукшот откатывает И есть еще один фраг Но здесь тем не временем Драга продолжается Соло под фокусом Вешается урна на ЕГМ ЕГМ помечен Надо его добивать Обязательно Ну а Пайкат А Пайкат смотрит на происходящее Будет и помогать Пока не помогает Клокверк Хукшот имеется Но тиммейты далеко Прожимаются вот эти зеленые ботиночки Какие-то И бежит на Баттерфляе Да Это Баттерфляй Уже есть у антимага Ничего себе На самом деле Без Абисла То есть он будет Делать ставку на сплит Все-таки Ну ответили сейчас Фокловер С любезностью Тоже так напидели Бамбу конечно рисковал Он мог закончить Этим мулом игру Сейчас победой Для своей команды Если бы там находилось Два героя Но он слепую ворвался Там не было никого Абсолютно Риск иногда оправданный Но не в этой ситуации Да даже если бы его продали Было не так плохо За ним вся команда полезла И уже просто оказалась В чудовищной ситуации Нету ни РП Нету ни Магнус Ни Дарксира Ни Вичдоктора И Вега идут Вега идут Добивать бараки снизу Вот этот Абадон старый И поставил Марку и дерется И ДП нету Аэма Аэма нет ТП Мать ломать бараки Ломать бараки Но опять Даже два сломанных лайна Это еще далеко не победа Да тут очень напряженная ситуация Хекс кстати говоря Делает маг Как же он хорошо отыгрывает И доделал Хекс Но пока еще рано О чем-либо говорить Кассочки полетели на одного мага Пайкат пытается фоксить на Уана Но Уан остался вообще без маны Глимеркейпом его подсейвили Пайкат БКБ сейчас уже все свое пропугает Вакуум Стеночка Форсом себя сейвит Хукшот имеется в наличии Нужно-нужно юзуть Хукшот, но попадает в тиммейта В итоге не забашили Пайката Иллюзии Манавоэдом финишит И здесь Ноуана тоже Будет догонять Соло в гуще событий Отваливается за секунду Геройлет пытается уйти с телепорта Но реверс полярит И секси бомбой Глобу что творит Он вслепую сейчас забирает Этого Ярокоптера Ну не забирает Сбивает ему ТП Что в принципе одно и то же Соло Сома чудом уходит Также чудом уходит вайпер Но это минус 3 Да, что-то атака у веги не задалась Но очень качественно Втанковал пайкат Он просто включил БКБ Там 8-секундное по-моему Да, и просто 8 секунд Бежал все от него И опять же Как решает этот Найт Сталкер Со своим Виженом Боже Может быть этот телепорт И не был бы сбит Если бы не Вижен от Найт Сталкера Я увидел, что спрятался где-то в лесах Там Что делал Там, ну, повесили Глиммер Кейп И было видно Где находится позиционно То есть Любой даже Тифтон Подал такой РП Так, ну и заходят Фортификейшн Есть Также не могут пробить Пока что Потому что благодаря защиту 36 секунд до выхода Гирокоптера Можно опять же попытаться Байбэк есть у Гирокоптера Но они тоже понимают Что сейчас как бы Даже если ты отдашь в теории Эту линию Ничего страшного не произойдет Сейчас идет все именно уже в трон То есть Лайны ничего не решают До появления Рошана еще там Маг врывается Врывается Магу главное выжить Все нормально И по-моему Не сильно рад Что он стягивает вайпера Но Миказу Миказу хотела ухажать Нормально Подставили Нет гема На такой стадии Нет гема Ребята Вайпер выживает Возвращает обратно Антимага Антимаг проживает БКБ Не вернулся обратно Хукшот И гема Форсится И очень неудачно И Пайказ хочет драться Да Пайказ прыгает на мага Протомается очень жестко Соло его слегка подцелил Сайленс Ой-ой-ой Монобольт такой Жесткий залетает Минус 2 моментально Третий тоже отвальился Паша подтянулся Слегка поздновато Реверс полярити Буквально через секунду По двоим Кастуется реверс полярити Но нет антимага Пайказ еще только через секунду РП ушло в никуда Прыгает Пайказ Но Лану больно Как неправда Очень шикарно летает Паша Бежать Паша будет жить Два байбека Моментально следует Пайкат Отблинковывается И на этом заканчивается Этот замес Как же они сейчас Развели Посмотри на Вот эту вот штуку Пайтерикап Мой бог Да Два байбека На такой стадии Не шутки И сейчас теряют Инициативу Что самое неприятное И антимаг Просто заходит В одиночество Сразу ракета Да Ракета Понимает А вот смогут ли Вопрос в том Что там да Там нет РП Безманы Вичдоктор Кстати Вичдоктор С аганимом Аганимизированный Дезвард Страшная сила И посмотри на Этого дерзкого Товарища УГМа Который Превать хотел На все происходящее Мага тоже Превать на все происходящее Он хочет туда ворваться Хочет дать хукшот Ну и есть слот Под Аегис Забирает его Сыр есть так же Соляного просто Сыр и попрыгает Забирает сыр И шикарная игра От бамбу Вот этот блок В инвизии Да Сделал Все здорово Ну и в итоге Даже Вичдоктора Не потеряли Вообще Никого не потеряли Забрали Аегис Себисом Появляется Антимага Нету МКБ Чтобы пробивать Гирокоптера Но В принципе С таким демеджем Ему Во-первых Ему необязательно Грызть Гироча Во-вторых У него просто Так много урона Что даже Да ему уже плевать Что грызть Сейчас Если Антимаг На кого-то прыгает Единственный шанс Засейвиться Это если Тутскар Прыгает в ответ И Сноубол юзает Все остальное Не сейвит Все остальные Как бы Ничего Ну либо хукшот Какой-то Разве что Еще Может помочь По-прежнему Стоят в бараке А что выложил У нас Антимаг У него что-то Было же В В плате Эбисал Не Вроде все Владмир Владмир он продал Судя по всему И Владмир взял себе Найтсталкер А ну да Ну на такой стадии Уже да Не так много Батерфляй Эбисал Манта БКБ Владмир ему Главное чтобы был В команде Да и Найтсталкер Об этом позаботился Ну и выходят в атаку МКБ появляется у Вайпера Сможет он пробивать Антимага Но Антимага Нужно забирать дважды Более того Есть еще и сыр Который Самое главное Не попасть Не попасть на РП Сыр не проблема Главное на РП Не попасть Ну а им будет заходить Сейчас и просто бить Фортификация нету Знает об этом Байкат Бакдурозащита снята Байбэк есть у Гирокоптера Давайте вообще на байбэке Переключимся Как же больно Вышки Вышка падает Антимаг идет дальше Ракет считается Ой-ой Больно-больно-больно Антимаг Очень больно Он понимает Что там есть МКБ Понимает Что теперь уже все Не так просто Но Последний Т3 Упал Голые бараки Фаза пустая Так и Антимаг идет дальше Шадо Блейд Который может Очень сильно зарешать Или я надеюсь У Магнуса Этот Шадо Блейд Кливера очень хороши Конечно сегодня Ну вот Кливера В отличии от Веги Собраны на все 100 Вега Очень много ошибок Допускает Антимаг Рыгает на Ноуана Под Абисалом Фокшот Подсерил Маловоит Минус 2 Ой-ой Какой ревер Поверите Это гуд гейм После такого Ультра килл Да Вот это конечно Они разыграли Ну Красивая комбинация По-моему Впервые она у них Прошла настолько жестко И Конец игры Как результат Ну Пайкат Отыграл на этом Антимаге Действительно очень здорово Помимо того Что он сплитпушил Качественно И Сносил бараки Он очень качественно Действовал в драках Форсель были очень хороши Очень собранные Я не знаю Мне кажется Они там Вчера помедитировали С утречка Проснулись Зарядочка Все дела Там Попили Поели вкусненько И пришли готовые К бою Потому что По игре Веги Этого не сказать Один сплошной фейл Первая карта И Вторая карта Фейлов Было тоже Очень много Ну Получше конечно Чем первая Но все равно В итоге 2-0 Форсель молодцы Поаплодируем Форсель Ребята Выигрывают Первую карту Проходят в гранд финал Реванш С империей Их ждет Пробуют Покатать Вчера Насколько я помню Матч был очень напряженный И Закончился 2-1 Ну что ж Самое время Передать слово Нашей студии А ребят Вам слово Башню сил тьмы На центральной линии Атакуют Башня сил тьмы На центральной линии Разрушена Крепость сил Победили силы тьмы Редактор субтитров